В Ненецком округе завершились дни ненецкой письменности. Итоги мероприятия по изучению и сохранению родного языка коренного народа подвели за круглым столом. Тему продолжит Александра Литкова. В связи с эпидемиологической ситуацией почти все мероприятия дни ненецкой письменности в этом году прошли в онлайн формате. Одно из них – час чтения на ненецком языке, которое посвятили 115-летию со дня рождения Антона Курерки, первого ненецкого ученого-лингвиста. Обучающиеся присылали чтение произведений Василия Литкова, Алексея Печкова, Ивана Юганпелика, чтение ненецких сказок, произведения из учебников 2-4 класса «Толанго книга». Участие в акции приняли 43 школьника со 2-го по 11-й класс. В основном это ученики сельских школ. Хорошие такие работы, с одной стороны, это обучающиеся школы поселка Каратайка, это те, кто из общины Ямто, такая живая, непосредственно живая речь в той среде, в которой они живут. И поразило с точки зрения подачи материала, оформления, это школа поселка Харута, тоже подошли творчески. Музейное объединение и этнокультурный центр также провели ряд тематических мероприятий, например, квест «Сбережем родной язык». Одна из точек располагалась на территории этнокультурного центра, затем в мастерской народных ремесел и в центре декоративно-прикладного творчества. Это все наши филиалы. И что самое интересное, на каждой точке молодежь могла проявить себя в декоративно-прикладном творчестве, знании родного языка. Затем можно было проявить художественные способности. Завершились дни ненецкой письменности совещанием в формате видеоконференц-связи с участием представителей органов исполнительной власти, общественных организаций, руководителей учреждений культуры и образовательных учреждений. Языковая речь, среда, которая где бы могла звучать и могли бы говорить на родном языке, практически вот этого у нас очень мало таких мест. И поэтому мы даже предложили учреждениям культуры, вот они очень много хороших, красивых мероприятий проводят с красивыми названиями на ненецком языке. И вот, и тоже попросили, чтобы содержание соответствовало тоже вот красивому названию на ненецком языке, и чтобы звучали почаще в мероприятиях именно ненецкие, ненецкая речь. Еще одно из предложений организаторов – увеличить количество часов по изучению ненецкого языка в школах. Конечно, это не должно быть таким навязыванием, да, а это должно быть с какой-то такой любовью, теплотой, наверное, да, и с какими-то такими позитивными какими-то настроениями, наверное, нужно привлекать родителей, может быть, встречаться почаще, чтобы родители и дети могли, то есть, может быть, какие-то совместные мероприятия проводить. То есть, вот такую работу внеурочную нужно усилить. Также в рамках круглого стола заместитель губернатора Валентина Сганич поздравила ненецкий самодеятельный театр «Иллипс» с присвоением ему звания народного. Александр Литков, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.